всем доброе время суток с вами канал ухо 54 я владимир всем знакомое вот такое соединение пол дерева и примыкание под углом 45 градусов отличное соединение решает вопрос по кромке абсолютно то есть не надо никакую папу маму вот но она сложная в исполнении можно долго конечно рубиться руками но это если есть время но у меня время нет поэтому я все стараюсь механизировать и сегодня покажу как я это сделал с таким соединением для этого понадобится две фрезы вот такая вот под углом 45 градусов фреза по наружному она вот по этому большому диаметру 32 миллиметра вот и с нее срезан подшипник и понадобится вот такая вот фреза пазовая простая пазовая фреза 10 миллиметров вот после того как срежется подшипник надо фрезу подогнать вот под это вот расстояние пазовой фрезы то есть что кончики ножей чтоб кончики ножей совпадали с кончиками нажав ножей на пазовой фрезе как это сделать это просто сначала убрать подшипник потому что такую фрезу пазовую очень сложно найти убираем подшипник нажимаем фрезу в тиски у нее окончание 4 миллиметра а сверло у меня стоит 5 миллиметров и спокойно его вы сверли ваем вот и все после того как срежется подшипник нужно просадить вот это само тело ниже ножей это просто сделать просто на наждаке после ножей вот так вот и просаживается там немного миллиметра 2 вот так вот просадить ножи и потом ставится другой камень либо это алмазный камень либо вот такой мелкий камень ему же лет двадцать он крепкий не стачивается ему наверно с алмазным с алмазной крошкой он берет и потом этой фрезой уже осаживать ножи то есть она кромка под наклоном под углом и чем меньше нож тем шире становится вот в этом вот месте и потихоньку два ножа надо просадить там по миллиметру буквально чтобы выровнялась с этой пазовой фрезой и все на этом вот этот самый сложный процесс закончен можно было бы этого не делать но здесь размер то есть когда подшипник срежется появляется 9 миллиметров то есть ли фрезу 9 миллиметров найти то абсолютно тащить ничего не надо все совпадет но так как здесь было 9 миллиметров восьмерка фреза сделала такое соединение и оставила плечики то если на этих плечиках вот все заболталось вот видите ходуном ходит хоть как делай все равно тут остались плечики и вот они видать не знаю видать на камеру или нет вот и поэтому восьмерка фреза не подошла десятка больше десятка больше на несколько миллиметров и поэтому вот это соединение вот здесь вот видите как и начала получаться то есть углы стали приходить но середина не доходить вот первая заготовку вот это вот он потом я начал подтачивать и вот он вывел ее уже в ноль то есть когда стала фреза 9 миллиметров и все и вывелась уже в ноль все четко абсолютно ведь даже тяжело разобрать настолько все плотно вот после того как совместятся две фрезы и все начинает работать очень четко вот эти по уголкам она сошлась вот этот самый ответственный момент а потом можно делать уже и переплеты и даже вот такие вот рамки если надо будет много чего уже можно с этим соединением делать вот такая вот прилада делается к фрезеру то есть ничего такого сложного нету просто сделано вот такая вот направляющая длиной на полтора метра высотой на 70 миллиметров и фанера 12 миллиметров это нижняя фанера 5 миллиметров чтобы не отбирать у фрезы высоту и поставлено вот так вот ребро жесткости так как она у нас здесь вот разомкнется вот это ребро жесткости перестает работать и конец заболтается поэтому сзади поставим тоже ребро жесткости вылет сюда 7 сантиметров и так как у нас равные части на паутинке делаются с переворотом и таким образом если на три части поделить то можно обрабатывать длину 210 ну а больше уже куда ее в любую дверь же она войдет свободно сама дверь 210 вот работает по позициям то есть по упорам и можно так сказать но и меня привычки по позиции вот поэтому я их называю просто позиции также позиция используется и со шкантами но это все увидите есть на приладе центр то есть по центру выставляем там две заготовки придется разметь я показываю покажу дальше и все поймете здесь такой прижим паз делается лежа вот так вот он сам угол уже делается на ребре вот так вот и прижимается на рука ложится идет зажим вот все происходит быстро здесь позиция пробника то есть эта позиция постоянно присутствует так как спазм проблем нету а вот углом придется подстраивается поэтому эта позиция она всегда здесь постоянно то есть но она убирается но она постоянно не меняется вот на эти позиции можно по размерам назначать то есть постепенно они какие-то размеры здесь просверлится и шкантом позиции будут назначаться шканты должны заходить плотно каретка работает как поперечный рез туда 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 и больше ничего такого нету ну и сейчас сделаем переплет переплет сделаем вот такой вот а то есть как бы он считается уже такой сложный для этого надо разметить рейки размер рейк 20 на сантиметр ну то есть паутинка делим их на три части в основном размеры пропорциональны то есть одинаковые на таких переплетах и поэтому размер размер 60 и отмечаем 20 отсюда и ставим линии не обязательно размечать все рейки достаточно разметить по одной рейке здесь у нас метр двадцать и по 40 сантиметров на сторону вот и берем с собой два пробника то есть чтобы нам хорошо построиться спала спазм то проблем нету а вот с углом 45 надо настроиться очень точно поэтому берем с собой пробники для пробников есть позиция для пробников то есть недалеко от края но я уже рассказывал говорю вот по ним запускаем пробники края пойдут по вот этой движущей позиции а это длинные реки пойдут стоевые а промежуточные реки горизонтальная пойдут мы сейчас позицию назначим шканты вот эти позиции как их называю вытаскиваются и можно назначать позиции больше одного шканта вряд ли получится поставить также если заметили есть центр я уже говорил и по этим центром выставляем позиции то есть кладем рейку вот так совмещаем с центром и подводим сначала скользящую позицию вот так вот ставим и закрепляем ее вот так как у нас пропорциональные стороны если перевернуть вот так то линии абсолютно совпадают теперь надо назначить позицию для поперечных то есть также оставим по центру берем дрель и сверлим где будет у нас стоять шкант и уголок прям сверлим под шкант вот и все позиция назначена вставляем и вот она центр совпал то есть позиции у нас есть и все и можно уже перегонять и делать пазы и Итак, пазы у нас есть. Горизонтальные и вертикальные. И пробник. Теперь устанавливаем фрезу под 45 и начинаем с пробников, чтобы нам хорошо подстроиться в перекрестии. Сейчас я фрезу поставлю и продолжим. Ставим фрезу и позицию пробника. Потом берем пробники и настраиваем, чтобы было все четко. Вот я первый раз настроил и немного промазал. Сейчас буду вторую сторону задействовать. Вот, а вторая сторона уже все нормально подошла. И можно уже фрезеровать. Убираем позицию пробника и ставим на горизонтальную ее. Ну или можно вертикально сделать первую, без разницы. Сейчас шканты отработают, потом уже остальное. Поехали. Поехали. Звук стихом. Продолжение следует... Ну, я глубже сейчас не буду запрессовывать. Ну и всё, можно снимать кромки. Сейчас я перестроюсь и снимем кромки. Кромку буду снимать вот такой вот фрезой кромочной. Простая фреза. Главное, чтобы она поместилась вот в эту выборку, чтобы она прошла ровненько. Ну, если и лишка захватит, то можно сделать рустом и проще... Можно по грешности рустом убрать. Ну и теперь осталось назначить лицевую, где будем снимать кромку. То есть это лицевая, она у нас пройдёт вниз, и здесь у нас будет лицевая сторона. И снимаем кромку. Поставил фрезу, поставил подпорку, так как с двух сторон кромку снимем, и она у нас захватается. И можно снимать кромку. КОНЕЦ Сделал тёмный фон, чтобы получше было видно. И вот сейчас... Видать, что кромка на фрезе прогната. И видать, что маленько есть... То есть отходит от этого профиля верхнего фрезы. И видать, что есть маленечко вот здесь вот зазоры. Как с этим справиться? Можно репетировать и попадать точно, что они будут смыкаться. А можно просто снять руст. Ну, вот такой вот маленький элемент, как бы, руст снять, может показаться, что сложно. Но на самом деле, вот такой кругляк там, или палочка на наждачке, или вот как у меня шлифовальный барабан, мини-шлифовальный барабан я показывал. Я ему снимаю. Вот так кладётся. И просто... Пару раз проводится. Наждачка здесь такая покрупнее, шинадцатая. И всё уже снято. Вот и готово. И всё, можно её собрать. Вот и всё. И всё готово. Вот такой вот профиль был сделан. Вот рустиком добавился рельеф. И, естественно, термошов появился. Вот так всё выглядит. Вот таким методом можно сделать такое соединение. Ну, а на этом всё. Всем удачи. До встречи. До встречи. Пока. Пока.